Друзья, день добрый. У меня на часах 11. Мы готовы начинать. Я смотрю в чате парад ладошек. Можно пока друг друга поприветствовать, да, написать откуда вы. Меня зовут Михаил Беляев. Я приветствую вас на первом из цикла, первом вебинаре из цикла. Из цикла мы говорим про «Оставайтесь в бизнесе», про бизнес, который входит в непростое, скажем, турбулентное время. И даем практические рекомендации, что делать с разными сегментами или направлениями своего бизнеса для того, чтобы нормально пройти это время, не потерять контроль над бизнесом, ну или сам бизнес, а возможно стать сильнее, оптимизировать какие-то процессы, части своей предпринимательской деятельности. Сегодня первый вебинар. Мы будем говорить про финансы и про эффективность компании. Немножко регламента, что сегодня ждет нас и в какое время. Мы на полтора часа вместе с вами. У нас будет весь вебинар состоять из двух частей. В первой будут разные эксперты в первой и второй части. В первой мы посмотрим на финансовую составляющую, как считать деньги в вашей компании. Что это такое, какие деньги могут быть, где-то полезные, где-то замороженные, что с ними сделать прямо сейчас. Во второй части мы посмотрим на работу самой компании, немножко на автоматизацию процессов, немножко на эффективность команды и каждого из сотрудников. И будем говорить про сервис Bitrix24. Будем его показывать, будем делать отсылки к инструментам Bitrix24, которые помогают работать. Самый важный вопрос, который вечно звучит, это запись. Запись вебинара будет. Мы поделимся ей с участниками. Отправим точно так же на почту, по которой вы регистрировались. Выложим на свой канал, можно будет ее посмотреть. Это будет не прямо сегодня, скорее всего, потому что конвертация занимает некоторое время. Но в ближайшее время мы с вами немножко поделимся. Так, друзья, я вижу комментарии в чатике. Верните немножко обратной связи, что все, что я сейчас говорил, было слышно и видно. Поставьте какой-нибудь плюсик, для того, чтобы я понял, что все окей. Да, большое спасибо. Наверное, последняя организационная часть. Если вдруг у вас пропадает звук и видео, и вы в чате не видите, что это случилось у всех, то, скорее всего, проблема на стороне интернета у вас. Обновление странички часто помогает. В большинстве случаев решает вопрос. Если вдруг мы видим, что у всех что-то поотваливалось, мы попробуем решить это на своей стороне. Мы будем посматривать в чатик на вопросы. Можно их бросать сюда. Мы на них будем отвечать. В конце каждого блока спикер будет тоже оставлять немножко времени для того, чтобы вопросы взять и на них ответить. Постараемся максимальное количество вопросов, которые появляются, ответить. Не беремся сказать, что все 100% успеем, потому что временное ограничение все-таки есть. Итак, стартуем. Я говорил, что в первой части сегодняшнего вебинара мы будем говорить про финансы. И мы пригласили сегодня экспертов в финансах. Александр Афанасьев. Александр, появляйтесь. Я маленькая-маленькая интро дам. Александр – автор проекта «Нескучные финансы». И вообще сложная и очень важная тема от Александра звучит не только суперполезно, но еще и интересно. И это прям очень классный период, который мы сегодня ожидаем в ближайших, сколько нас, 40 минут, пример. Александр, немножко при себе тогда представляйтесь и посмотрим на вот этот финансовый блок. Я буду иногда хватать вопросы из чатика, но в основном слово передаю вам. Да, Михаил, спасибо большое. Постараюсь оправдать ваши ожидания, потому что тема финансов, она действительно скучная, сложная и страшная. Вот, и у меня есть 40 минут, чтобы поменять вашу точку зрения. Так, да, давайте в чате, пожалуйста, напишите, как меня видно, как слышно. Проверим по звуку и по видео. Да, отлично. Значит, мы поговорим про финансы. Все правильно Михаил подметил. Тема звучит так. Как взять деньги под контроль и обеспечить компанию прибылью. То есть мы будем говорить про две сущности, про деньги и про прибыль. Напишите, поставьте единичку, кто любит деньги. Поставьте двойку, кто любит прибыль. Поставьте единичку и двойку, кто любит и деньги, и прибыль. Пока мы с вами играемся в эту игру, я представлюсь более подробно. Да, действительно, меня зовут Александр Афанасьев. В пасторте перед выступлением проверял. Все так и правильно и написано. Я основатель компании «Нескучные финансы». И если говорить про мою ключевую компетенцию, то это менеджмент, управление и управленческий учет. Если в двух словах про то, чем занимается компания, мы строим систему управления на основании цифр. Мы предоставляем профессионального финансового директора в команду. Мы работаем в онлайне по доступной цене для предпринимателей малого и среднего бизнеса. На сегодня мы сопровождаем больше ста компаний из России, Украины, Чехии, Белоруссии и Казахстана. Если возникает вопрос, о чем же мы занимаемся, то мы закрываем ряд функций, важных функций для владельцев компании. То есть мы к пятому числу каждого месяца предоставляем три главных отчета. Это отчеты о прибылях и убытках, управленческий баланс и отчеты о движении денег. Мы анализируем цифры и показываем владельцу, где деньги, и учим видеть в цифрах деньги. Просчитываем новые идеи, составляем финансовые модели. Сегодня я вам покажу пример такой финансовой модели. Почему мы это делаем? Потому что у предпринимателей обычно в 8 из 10 случаев появляются всякие разные гениальные идеи, которые нужно срочно реализовать. И мы через финансовые модели проводим такой определенный фильтр. И оказывается, что большая часть они экономически нецелесообразны. И таким образом наши финансовые директора защищают наших клиентов от дешевого кипиша, потраченного времени и потраченных денег. Ведем бюджет компании, ставим цели по выручке, по прибыли. Каждый месяц ведем планфактный анализ и разрабатываем операционные отчеты для отделов и сотрудников. Если говорить про то, что из себя представляет компания в двух словах, то у меня в компании работает 88 человек. Я являюсь совладельцем, у меня есть партнер. И мы, проекты существуют больше трех лет, и мы работаем в онлайне. И все ребята у нас работают в 26 городах по всей стране. То есть, несмотря на то, что сегодня кризис наступил, и работа дистанционно стала мейнстримом, то мы так уже живем достаточно давно, с самого начала основания проекта. И я могу сказать, что у нас тоже достаточно высокий уровень компетенции в этой области, как организовать систему управления в компании и управлять дистанционно сотрудниками. Также нас очень часто приглашают на различные образовательные площадки, крупные компании нас приглашают, потому что тема финансов стала действительно для многих предпринимателей актуальной, потому что когда идет рост, маржинальность все прощает, когда маржинальность падает, наступает кризис, то действительно предприниматели начинают считать свою прибыль и вообще понимать, есть ли она, а то или убыток. Это в двух словах про нас. Было бы очень полезно понять, с кем сейчас имею честь общаться через вебинарную комнату. Напишите, пожалуйста, чем занимаетесь, какого города, какой у вас оборот, сколько людей работает в компании, потому что я выступаю на разные площадки, и я выступаю прям совсем для начинающих, кто только-только определяет свою нишу. Также я выступаю для мастодонтов, там с миллиардными оборотами, также выступаю для малого бизнеса. Вот было бы интересно от вас получить обратную связь, чтобы иметь представление, на каком языке будем разговаривать с вами. А я пока посмотрю, пока посмотрю, что вы пишете. Да, пока вы пишете, тоже проговорю сразу ожидания. Рекомендую смотреть с компьютера, потому что буду сейчас вам также делать демонстрацию экрана. Слушайте внимательно и записывайте, потому что контент максимально практичный. Что-то вы, может быть, даже будете пересматривать в записи, но рекомендую ввести конспект, потому что с этим материалом вам дальше прицепит работать, если вы уважаете свое время и приходите на мероприятие именно с целью получить знания и эти знания применять. Телефон я тоже рекомендую поставить на беззвучный, чтобы ваш фокус внимания не рассеивался, и вы были максимально сфокусированы, и максимально мы вместе с вами продуктивно провели время. И в конце вебинара выделим 5-7-10 минут, отвечу на ваши вопросы. В вебинарной комнате здесь есть такая специальная иконка. Вот туда можете бросать свои вопросы, которые будут появляться в процессе, и мы с вами по ним пройдемся. Так, пока прочитаю, что пишите. Владимир Кострома, экологическое сопровождение, 3 человека, оборот, 250-350 в месяц, окей. 8,5 в год, окей, Калининград. Сергей, 650 человек, так, окей, понятно. Большие ребята, добрый день, руководитель проектов, технолог Москва, окей. Да, Ташкент, мебельный цех, кейтеринг 24 миллиона, Владивосток, детская обувь. Ну да, то есть я вижу, что большинство это микробизнес, да, то есть выручка там 500 миллион 2-3. Есть ребята, кто покрупнее, но я уверен, что то, что сейчас я вам дам, это касается как микро малого бизнеса, так и крупных ребят. Окей, давайте перейдем к материалу, не будем сильно затягивать. Я представился, познакомился с вами, пойдем непосредственно в материал. Ну, если говорить про то, что сейчас происходит, я думаю, что куча заголовков пестрит, ну, словом, кризис, коронавирус, ковид, пандемия, там, ужас и мировая, там, революция и так далее, и так далее. Вот, давайте посмотрим на кризис с точки зрения определения. Я вот откопал это определение Вики в словаре, и там написано, что кризис – это резкое изменение, крутой перелом, тяжелое переходное состояние, поворотный пункт. И действительно, тут стоит обратить внимание на слово «изменение» и определиться вообще с тем, в какой мы роли находимся по отношению к своему бизнесу. По большому счету, мы являемся по отношению к своему бизнесу как руководителями, так и предпринимателями, то есть мы отвечаем за то, чтобы наш бизнес процветал, ну, менялся вместе с ситуацией вообще в мире, да, и, соответственно, мы должны понимать, что настоящий предприниматель – это человек, который как раз-таки в кризисе, да, в изменениях видит определенные возможности. И кризис, с моей точки зрения, это такой, конечно же, хороший стресс-тест компании проверки, да, потому что сейчас действительно предприниматели разбились на два лагеря. Первый лагерь – это предприниматели, которые плачут, ноют, стонут, потому что они не готовы к этим изменениям, потому что, допустим, у них с финансовой точки зрения у них не было никакой подушки безопасности. Когда все было хорошо, они либо тратили на себя, либо тратили на развитие, но не думали о том, что завтра может наступить полная остановка производства и поступления дохода. А есть другой лагерь предпринимателей, это которые чувствуют себя хорошо, у них есть подушка безопасности, они в период вот этих вот простоев занимаются больше другими видами деятельности, на которых у них в период роста не хватало, да, то есть они перераспределяют свое время и тем самым как бы спокойно переживают, наблюдают и ищут в кризисе определенные возможности. Кризис – это прекрасное время для проверки продуктивности команды. Я думаю, что многие из вас столкнулись с тем, что, как выяснилось, в команде, в компании там люди есть продуктивные, есть непродуктивные, есть там процентов 20-30 паразитов, которые ничего не производят, но при этом 15-го числа стабильно приходят за зарплатой, а есть наоборот продуктивные ребята, которые мобилизуются и готовы производить свой продукт, да, делать результат. Также это очень хороший стресс-тест для руководителей, для нас, для владельца, для руководителей, как мы проявляемся, как мы себя ведем. Кто-то бегает по офису, рвет волосы на своей голове во всех частях и не понимает, что происходит, паникует и тем самым как бы транслирует своей команде. Кто-то, наоборот, с холодной головой собирает собрание, проводит совещание и рассказывает, как мы будем действовать и имеет возможность через финансовую модель проанализировать и выработать четкую, понятную стратегию. И, конечно же, кризис он делит на… он показывает, короче, действительно ли внутри у компании есть что-то твердое или то, что нам показывают на YouTube-каналах, это просто, знаете, как фантик такой определенный. Напишите, имеет ли для вас это смысл, то, что я говорю, есть ли у вас в окружении типа предпринимателей, что один, что второй. И если говорить про то, что же все-таки мне надо сделать для того, чтобы максимально успешно пройти этот кризисный период, то с точки зрения финансов я выделяю две области, ну принципиальные две. С одной стороны, нужно оптимизировать расходы, оптимизировать расходы и взять деньги под контроль. Это первое. Второе. Нужно обеспечить компанию прибылью и просчитать это, ну, просчитать свой проект в силу изменившихся обстоятельств, посчитать, посмотреть показатели и принять управленческие решения, понять, кто за эти показатели отвечает и как я их буду обеспечивать. Вот есть два вида деятельности, которые нужно сделать, и пойдем в первый. Первое – это оптимизировать расходы. Что это значит? Я думаю, что многие из вас решали подобную задачу, кто-то из вас видел предпринимателей, которые так поступают, то есть какая есть проблема? Проблема есть в том, что не обладая технологией оптимизации расходов, мы можем так насокращать расходы, что потом от компании ничего не останется или наоборот только мы положение, ну, сможем в компании усугубить, да? Ну, обычно как? Нам говорят, вот, оптимизирую расходы, оптимизирую расходы. А что значит оптимизирую расходы? Это как? Какими вопросы надо задавать? Какими принципами надо руководствоваться? И обычно, если мы этих вопросов, ну, ответов на вопросы не знаем, мы просто бежим с шашкой на голо, рубим косты и потом удивляемся. Ух ты, что-то ничего хорошего-то из этого и не вышло. Так вот, сейчас я поделюсь с вами технологией, как оптимизировать расходы, чтобы не убить компанию. И еще раз повторюсь, рекомендую взять ручку-листочки, либо делайте скрин экрана. И мы запустили в своей компании горячую линию по оптимизации расходов. Мы выделили 15 финансовых директоров, и к нам обращаются предприниматели. И вот у нас был опыт, мы за 4 дня прооптимизировали у 12 компаний расходов на 12 миллионов рублей. Ну, в среднем это где-то порядка 25-35% просто неэффективных расходов, знаете, такой жир сжигается и появляются мышцы у компании. И вот сейчас поделюсь как раз таки тем, что мы конкретно делаем и рекомендую вам эти вопросы задавать, идти по этой технологии. А первое, вот у вас должен появиться документ, у вас должен появиться листочек, там, отчет о прибылях и убытках или отчет о движении денег, где написаны конкретные статьи расходов, которые вы несете, наименование и суммы. И вот вы смотрите на эти расходы и задаете вопрос, что я за этот расход покупаю? Это называется инвестиционный подход. Это очень хорошая и полезная точка зрения, потому что когда наши компании растут, это нормально, что у нас только появляется, знаете, организационный жирок. У нас появляются такие непродуктивные расходы, которые мы, собственно, на них не обращаем внимания, это может быть в какой-то степени окупает себя, потому что мы обращаем внимание на другие виды расходов. Но сейчас в кризис самое время обратить на них внимание. И вы, когда проходитесь по расходу, вы прям наблюдаете. Этот расход приносит пользу, этот расход никакой пользы не приносит. И когда вы будете проводить анализ по каждому типу расходов, глобально расходы разобьются на две категории. Это продуктивные и непродуктивные. Так вот, продуктивные расходы по-хорошему надо усиливать. Напишите примеры, как вот вы думаете, с вашей точки зрения, что являются продуктивными расходами. Какие это могут быть расходы и почему их нужно по-хорошему увеличивать, на них обращать внимание. Непродуктивные расходы – это те расходы, которые не приносят прям принципиальной пользы, но при этом они либо… ну, есть такие расходы непродуктивные, без которых никуда. Да, то есть это вот административные, например, расходы, расчетно-кассовое обслуживание или там работа бухгалтерии или еще что-то. Они прям, ну, результат прям не приносит, который можно пощупать в деньгах. А продуктивные расходы – это те же самые расходы на рекламу, например, на маркетинг. Вообще в кризис, конечно же, расходы на рекламу надо увеличивать, а не сокращать, хотя обычно предприниматели по инерции делают обратное и тем самым как бы рубят суп, на котором сидят. Так вот, еще раз, с продуктивными расходами мы разбираемся, смотрим, мы их усиливаем, стараемся усилить, а если есть непродуктивные, то либо мы их убираем полностью, либо мы минимизируем их. То есть, допустим, пример с банком, расчетно-кассовое обслуживание, мы понимаем, что мы не можем не пользоваться банком, но при этом мы можем, допустим, как альтернатива выбрать другие банки, где там условия более или менее лояльны или там повыгоднее. Вот это первый принцип, что я покупаю – инвестиционный подход. Вот. Идем дальше. Второе. Да, продуктивные расходы я сказал. Следующий вопрос надо задать. Когда мы смотрим на статьи расходов, мы задаем вопрос, а сокращение этого расхода приведет ли к ухудшению качества моего продукта, качества моей услуги? То есть, тут принцип такой, что сокращай без ущерба для качества. Потому что, опять же, если берем там торговые и производственные компании, вроде бы, да, действительно, очень привлекательно поменять поставщика, у него там цена ниже. Но при этом, когда вы меняете поставщика, у которого цена ниже, у него и качество ниже, то клиент, который у вас покупает этот продукт или услугу, он это почувствует на себе. И в долгосрочной перспективе вы от этого выиграете, ну, типа, вау, круто, сократили расход. Но в долгосрочной перспективе просто вы потеряете тех клиентов, которые уже привыкли покупать тот продукт или этого качества. Поэтому, если вы находите такие расходы, которые влияют на качество, то тоже будьте очень внимательны. То есть, ну, могу ли я себе позволить этот расход прям так сократить. Или находите альтернативный сценарий оптимизации без ущерба для качества. Вот, поставьте, пожалуйста, плюс, все ли вам понятно со вторым аспектом оптимизации расходов. То есть, еще раз, нету одного единственного способа, как просто взять и сократить. То есть, это в чистом виде, ну, как бы результат размышлений, плод, это интеллектуальная работа. И вот на то, чтобы проделать эту работу, чтобы вы понимали, это вам потребуется порядка двух-четырех часов чистого времени, как руководителя, а то и рядом с своим партнером или там бухгалтером и финансовым менеджером. Следующий, третий вопрос, который стоит задать, это улучшение в одном отделе не навредит ли другому. То есть, нужно рассматривать компанию как систему взаимосвязанных элементов и оценивать конечный результат. Конечный результат – это чистая прибыль, да, чистая прибыль, которую заработала компания. И вот есть у докторов такая присказка, да, поговорка, точнее, наверное, скорее, точнее будет. Это одно лечим, другое калечим. И вот здесь то же самое, допустим, мы оптимизируем расход, например, опять же, если говорить про качество, оптимизируем расход в одной области, и мы радуемся, но при этом мы потеряем в качестве другой. И вот здесь нужно тоже смотреть на компанию, что есть маркетинг, есть производство, есть отдел продаж, есть финансовый блок. И нам, соответственно, нужно с вами тоже наблюдать. Окей, здесь я сокращу, например, это улучшится ситуация. А скажется ли это в других подразделениях на моем бизнесе? Вот, может быть, как бы, ну, сходу еще, ну, как бы, тяжело-то воспринимается, но тут предстоит, как бы, поразмышлять, понаблюдать за этим процессом. Это вот третий вопрос, который нужно задавать. Вот, ну, и это когда вы так прошлись по своим расходам, это первое. А второе, что глобально, на что стоит обратить внимание, вот, я учусь менеджменту у своего учителя Петра Друкера, и у него есть очень классные, полезные книги, да, то есть такие фундаментальные труды, и вообще, если вы хотите, ну, развиваться в плане бизнеса и строить масштабную компанию, то я вам искренне рекомендую изучить его работы. И вот у него есть такая цитата, связанная с оптимизацией расходов, что единственный эффективный путь к сокращению затрат – это сокращение деятельности. Попытка сократить дополнительные затраты редко оказывается эффективной. Мало смысла в том, чтобы пытаться задешево сделать то, что не нужно было сделать вовсе. О чем это говорит? О том, что, может быть, какой-то вид деятельности вообще в принципе надо прекратить, особенно сейчас в кризис. То есть тут вопрос звучит так. Какие 20% видов деятельности мне приносят 80% результата? А в обратную сторону вопрос звучит так. Какие 80% видов деятельности мне приносят 20% результата? Ну, то есть правило Паретта, я думаю, что многие из вас про него слышали, но идея очень простая. Ну, приведу пример. Допустим, мы в начале года хотели запускать YouTube, а мы очень сильно хотели заняться этим проектом, подготовили даже деньги, и даже уже начали делать первые шаги, но когда наступил кризис, когда в марте наступила эта ситуация, мы очень сильно пересмотрели вообще активности, которые мы проводим нашей командой, и задали вопрос, на чем нам нужно сейчас сконцентрировать все свое внимание, что нам сегодня реально приносит результат. И, соответственно, мы поняли, что YouTube сейчас там прям принципиально сейчас им заниматься нецелесообразно, потому что в краткосрочной перспективе в этот кризис, оно нам никакого масштабного результата не даст. А наша задача в кризис – это выжить, то есть пройти успешно и направить свой фокус внимания именно на те виды деятельности, которые приносят результат. Поэтому посмотрите с точки зрения видов деятельности, может быть, от каких-то вообще мероприятий вам стоит отказаться, потому что мы тратим время команды, мы тратим время свое, самый ценный ресурс, и тут очень важно задавать, какой у меня рычаг, куда мне надо бить. Вот, это что касается оптимизации расходов. Следующее, на что стоит обратить внимание с точки зрения денег, это вам нужно обеспечить компанию деньгами. Если мы, когда занимаемся оптимизацией расходов, мы заботимся о том, чтобы больше заработать прибыли, то есть или наоборот не копить большие убытки, может быть, как-то в ноль, ну и так далее. Но когда мы говорим про то, чтобы у компании были деньги, это значит, что нам деньги критически важны, потому что мы на эти деньги платим зарплаты, платим налоги, платим аренду, там и так далее, и так далее, и так далее. К сожалению, расходы-то у нас у большинства из вас упали, но при этом доходы, ой, наоборот, доходы упали, а расходы, они у нас как-то по инерции идут, и они особо-то и не сокращаются. И вот тоже есть список рекомендаций, что конкретно нужно предпринять для того, чтобы обеспечить компанию деньгами в этот именно сложный период. Значит, первое, избавьтесь максимально быстро от неликвидного товара. Поставьте, пожалуйста, плюс, у кого торговая компания, торговая, производственная. Вот что это значит? Это значит, что когда ваша компания растет, когда у вас появляется склад, когда у вас копятся запасы, мы тоже очень часто копим такой вид запасов, как неликвидный. Неликвидные запасы – это те, которые мы либо не распродали, либо они уже вышли из моды, либо как бы сильно мы их дорого продаем, и вот они у нас копятся на складе. И вот очень часто многие предприниматели не принимают решение их продавать, потому что они пытаются их продать, заработать какую-то маржу на них. Но прикол в том, что проблема неликвида в том, что нет правильной точки зрения у руководителя. Надо понять, что деньги, которые лежат на складе, это ваши замороженные деньги в бизнесе, которые уже сегодня могли бы лежать там на том же самом, например, депозите, и уже сегодня приносить вам там 6% годовых, например. Или вы могли бы уже запустить их в новый цикл. И первая рекомендация, связанная с неликвидным товаром, конечно, надо провести анализ своих запасов, провести АБЦ-анализ, в интернете можете почитать поподробнее. И, соответственно, неликвидный товар продать по той цене, по которой заберет рынок. По факту неликвид превратит в деньги, потому что на эти деньги вы будете выживать, на эти деньги вы будете платить зарплату, и на эти деньги вы будете платить арендой. Дальше, если у вас, например, производственная компания, у вас структура, где есть такие активы, как основные средства, станки, оборудование, может быть, куча мебели, куча компьютеров, их тоже ненужные активы, которые не приносят пользу, их тоже нужно распродать. Тоже, когда мы растем, мы эти активы закупаем впрок, мы проецируем на то, что мы будем развиваться, но сейчас ситуация кардинально изменилась, может быть, даже то, что вы купили недавно, например, и вы понимаете, что это простаивает, это тоже надо продать, тоже от этого надо избавиться, потому что вам нужны деньги. Когда ситуация изменится, пойдете, будете наращивать объемы. Жесткий контроль дебиторки. Обратите внимание, значит, с одной стороны, нужно сделать процесс сбора дебиторки, если его раньше не было, это с одной стороны, с другой стороны, нужно провести ряд мероприятий о том, чтобы не допустить появления новой дебиторки. Кто работает, у кого есть клиенты, с кем вы давно работаете, они платят со срочки платежа вам. Вот вам тут надо по-хорошему с каждым из клиентов провести общение, побеседовать и удостовериться в том, что ситуация у них тоже изменилась или не изменилась, и как вы будете по-новому с ними действовать. Потому что очень большая проблема в том, что вы можете набрать дебиторки по инерции, а потом ее не вернуть. И очень важно в кризис вообще ее не допускать. Дальше договаривайтесь на скидки. Я думаю, что многие из вас эту работу уже проделывали. Сейчас особенно все готовые, ходят друг с другом, друг к другу с письмами и разговаривают, и договариваются. Мы тоже проводили работу определенную. То есть обратите внимание, что договариваются по скидке по аренде, договариваются по скидке с поставщиками. Тоже прям проходите по расходам и задавайте вопросы, могу ли я у кого-то получить скидку. Мы даже с подрядчиками, которые с нами работают допустим в области маркетинга, мы с ними договорились на скидку именно на период этого кризиса. Это тоже вам поможет высвободить деньги, то есть оставить деньги в компании и заплатить меньшую сумму. Если вам скидки никто не дает, то договаривайтесь на отсрочки. Обратите внимание, если допустим вы пришли к арендатору своему, например, и он вам не дает скидку на аренду помещения, то предложите ему, допустим, каникулы, например, заплатить там через 2-3-4 месяца. Почему это важно сделать? Да, с одной стороны, как бы мы тут выгоды никакой не получаем, это на прибыль не влияет, но при этом мы выиграем, что у нас есть деньги сегодня, да, там ближайшие 2-3 месяца, чтобы именно оплачивать жизненно важные расходы. А вот уже когда ситуация стабилизируется и вы будете принимать усилия для того, чтобы улучшать положение, вы, соответственно, сможете там уже эти вопросы решить. То есть договаривайтесь на отсрочки. И если вы должны деньги, и сейчас тоже особо это давление усилится на людей, кто должен, то тут тоже надо быть готовым вести переговоры, быть готовым к тому, чтобы прояснять, объяснять, рассказывать и как бы не поддаваться этой панике, этому давлению и не пытаться во что бы то ни стало рассчитаться со всеми своими долгами, потому что вы испытываете неприятные мешающие эмоции. То есть еще раз напоминаю, ваша задача сделать так, чтобы ваш бизнес выжил, ваш бизнес прошел этот сложный этап и справился с этим периодом. Знаете, прошел этот шторм. Вот. Это вот основных шесть рекомендаций по тому, как обеспечить компанию деньгами. Скажите, пожалуйста, имеет ли для вас это смысл, кто для себя законспектировал? Вот. Я пока прокомментирую, где вообще работать с деньгами, где вести учет. Потому что для того, чтобы грамотно работать с деньгами, нужно иметь учетную систему и в этой системе правильно работать с деньгами. То есть, ну, есть такие базовые вещи, как Excel, Google таблицы. Это, в принципе, для начинающих очень хороший инструмент. Он бесплатный, гибкий, четкий и понятный. Есть один S, более сложный, страшный и непонятный. То есть, в этом плане, как бы, он, знаете, как... Ну, то есть, многие предприниматели прям боятся, да, его, потому что очень страшно к нему подступаться. Есть сервис Tableau. Мы пользуемся этим сервисом. Это онлайн-сервис. Он очень хорошо подходит для микро, для малых предприятий, особенно для предприятий, у которых много всяких разных автоматизированных платежей. Кто такой любит, чат-боты всякие. Вот. Рекомендую понаблюдать за ним, посмотреть. Это тоже один из наших проектов, с которым мы работаем. Вот. Почему мы именно им пользуемся? Потому что нам это помогает управлять деньгами. Управлять деньгами. Значит, что там в этом сервисе есть? Есть платежный календарь с графиком. Что такое платежный календарь? Это, получается, инструмент, который нам показывает, что на горизонте, допустим, недели-двух будет кассовый разрыв. Вот на слайде вы видите, красным цветом выделено то, что предупреждение, что через две недели наступит кассовый разрыв. Обрати внимание, денег будет не хватать. Очень хорошая, понятная, ну, визуализация, с чем это можно работать. Есть все необходимые графики, связанные с деньгами. То есть самый главный параметр и закон, который вам нужно соблюдать, тоже запишите его, это нужно заботиться о том, чтобы поступлений было всегда больше, чем оплат. Это на самом деле закон богатства. Вот он настолько простой, настолько очевидный, что 95% предпринимателей отказываются в него верить. Но я вам скажу так, что если вы отвечаете за успешность своего бизнеса, первое, что вам нужно контролировать, это заботиться о том, чтобы поступление было больше, чем оплат. И вот в сервисе Tableau это визуально видно, можно оперативно, ежедневно наблюдать. Вот можете внизу посмотреть. И также смотреть по графикам по месяцам. То есть это скрины нашей системы, в которой мы работаем. Также очень хорошо разбито, там реализовано по группам счетов, то есть там можно сделать систему счетов и деньги, денежный поток распределять по фондам. То есть чтобы не потратить лишнего, то есть вы можете создать фонд развития команды, дивиденды, развития компании, резервный фонд, то, что сейчас стало особенно актуально для предпринимателей. И вот есть предприниматели, действительно, кто копил деньги через фонды, и у него они как бы сейчас нормально это переходит, этот трудный этап в бизнесе. Что еще там есть? Есть все основные необходимые интеграции с расчетными счетами, платежными системами, даже карты хизлистом реализованы. Есть чат-бот в Телеграме, очень удобно, когда вы, допустим, совершили какую-то операцию, вам не нужно где-то в заметках хранить, чат-бот внесли, и она автоматически в систему это занесла. Также есть элементы упрощения, ведения, это автозаполнение, фильтры и быстрые правки прямо в документе, есть настройка доступов. Ну и формулы не сбиваются, и строчки не кончаются, это боли для предпринимателей, которые ведут там в Google таблицах и в Excel, и они, конечно, когда у них там тысячи всяких строчек, кто-то что-то ошибся, что-то сбилось, как бы приходится постоянно перепроверять. То есть в этом плане этот вопрос решен. Ну и есть, конечно, техподдержки, что немаловажно для онлайн-сервиса, где вам оперативно все расскажут и покажут. Вот, для кого это имеет смысл, для кого актуально, можете познакомиться поподробнее с этим сервисом, fintablo.ru. Это наш проект, который мы развиваем, нескучные финансы и табло-сервис. Вот, соответственно, мы там по методологии нашей компании мы настраиваем там учет нашим клиентам. Там две недели он будет бесплатный. Вот, это что касается работы с деньгами. Скажите, пожалуйста, все ли вам понятно? Мы с вами прошли первый модуль управления деньгами компании, что надо сделать, как их взять под контроль, какую работу нужно по отношению к ним провести. И я бы вам рекомендовал как владелец владельцу, как предприниматель предпринимателю, уделить этому особое внимание, потому что это то, что реально влияет на ваш финансовый результат. Это то, что влияет на вашу способность компании быстро рассчитываться. Поэтому вам придется потратить, наверное, 4-6 часов на то, чтобы проделать эту работу. Также, ну, со своей стороны в конце я скажу, как получить подарки. И там один из подарков это будет, вы сможете провести анализ расходов вместе с нашим финансовым директором за наш счет. Для вас это будет бесплатно. И вы сможете получить, ну, пользу действительно оптимизировать там свои расходы. Окей, идем дальше. Значит, второе, да, Кристина пишет, я хочу подарок. В конце скажу, как получить. Второе. Нужно обеспечить компанию прибылью. Для кого-то, может быть, из вас будет сейчас новостью, но есть неприятный финансовый парадокс. Компания может быть прибыльной, но у нее денег не хватает. Или наоборот. Компания может работать в убыток, но у нее полный сейф денег. Сейчас мы финансовый парадокс разберем, но на что здесь стоит обратить внимание? Стоит обратить внимание на то, что какие бы вы манипуляции не производили и рекомендации не выполняли, которые я говорил ранее, если ваша компания ежемесячно генерирует убыток, то все это бесполезно. И, соответственно, нужно с этим поработать. Какой у нас есть инструмент? Для того, чтобы нам с этим поработать, нам нужно составить финансовую модель. И на уровне финансовой модели посмотреть, сколько прибыли мне нужно заработать и какие показатели нужно обеспечить, для того, чтобы с этим… Какие показатели надо обеспечить, и кто будет за них отвечать. Сейчас я сделаю демонстрацию экрана. Скажите, пожалуйста, видно ли мой экран, и я вам покажу финмодель и как она работает, и как это сказывается на вашем бизнесе. Так, дайте, пожалуйста, обратную связь. Видно ли мой экран? Отлично, отлично. Вот смотрите, значит, финансовая модель – это как раз-таки инструмент финансового планирования, который нам помогает ответить на вопрос, а сколько я планирую заработать прибыли? И вот у нас сейчас ситуация изменилась, и вопрос, а ваша компания генерит прибыль сегодня или генерит убыток? Значит, сейчас я сверху вниз покажу, из каких она элементов состоит, как она выглядит, немного попугаю. Вы сильно не пугайтесь, сейчас я потом последовательно все разложу, объясню, и вам все будет понятно, что она из себя представляет. Вот так выглядит финансовая модель вашего бизнеса. Несмотря на то, что вы об этом не знаете, она у вас есть. Финмодель состоит из 150 строчек в данном случае. Это по факту планирование трех отчетов. Теперь давайте я вам покажу, как она работает. Значит, по столбцам у нас идут месяца, то есть финмодель составляется на год, у нас с вами сейчас идет 2020 год, и вот мы можем, имеем возможность составить финансовую модель на год по компании. Значит, в самом верху у нас есть главные параметры, которые нас волнуют. Это сколько выручки по году компания заработает, и сколько компания заработает прибыли по году. Финмодель, вот эта данная финмодель, это пример торговой компании, которая занимается продажей гироскутеров, торговля. И вот смотрите, из чего она состоит. Значит, первым делом, для того, чтобы нам с вами посчитать прибыль, мы должны с вами спланировать выручку. Выручка у нас планируется через воронку продаж. Я думаю, что многие из вас сталкивались с этим понятием. Ну, те, кто не в курсе, я дам определение, что воронка продаж – это путь клиента с момента, когда он первый раз о вас что-то узнал, до момента, когда он у вас что-то купил. То есть это шаги, которые проходит клиент на пути к тому, чтобы вас что-то купить. И вот в данном случае мы с вами смотрим. Выручка складывается из трех воронок продаж. Обратите внимание. Выручка с сайта, выручка с базы и выручка с оффлайна. Давайте пройдем по каждому. Выручка с сайта. То есть мы посчитали, и получилось, что на сайт заходит в среднем 10 тысяч человек. Сейчас я крупнее чуть сделаю, чтобы было лучше видно. Так, сейчас посмотрю, пишите, что пишите. Нормально ли все там? Да, все классно. Вот смотрим. Выручка с сайта. 10 тысяч человек заходит на сайт. Конверсия в заявку 6%. Из 10600 человек оставляют заявку. При этом 55% – это только одно, это целевых. Из 600 – 330 оставляем целевых заявок. Бывает такое, что есть целевые заявки, есть нецелевые. Когда эти целевые заявки попали в отдел продаж, с ними работает отдел продаж, и вот тут указан менеджер Светлана, она выставляет коммерческое предложение 55%. И в 330 целевых заявок 182 выставляют коммерческое предложение, и из 182 45% что-то покупают. Вот, соответственно, у нас выручка в среднем составляет 65 тысяч умноженное на 82 – 5 миллионов 323 тысячи рублей 500. Еще раз, это не какие-то фактические цифры, это сейчас мы моделируем ситуацию, это управляемые параметры. Дальше. Второй канал продаж – это выручка с базы. Выручка с базы – это когда те заявки, которые к нам попадают, они же не уходят в трубу, мы начинаем с ними как-то работать. И с ними работает менеджер Дима, и он обеспечивает процент оттока клиентов не выше 15% из базы. Дальше с другими работает менеджер Сережа, и он выставляет коммерческие предложения, выставляет, производит оплаты, и средний чек составляет 60 тысяч рублей, и выручка по этому каналу тоже растет. Соответственно, почему она растет? Потому что база растет. Дальше. Дальше у них есть третий канал, третий центр дохода – это оффлайн-точка. Замерили, что мимо магазина проходит 50 тысяч человек, конверсия в заход в магазин составляет 1%. Дальше из этих, вот эти 500 человек, которые зашли в магазин в месяц, с ними работают продавцы Люда и Галя, и конверсия составляет 20%. И в итоге покупают 100 человек со средним чеком 12 тысяч рублей. И выручка с оффлайна в среднем по году составляет 1 200 000. И таким образом выручка в месяц – это составляет по трем каналам. Накопленным итогом у нас получается выручка 117 миллионов рублей. Скажите, пожалуйста, понятно ли вам этот этап? То есть мы определились с доходом и как он у нас получается. Поставьте, пожалуйста, плюс. Супер. Идем дальше. Я немножко в клинике скажу, что мы движемся пока в тайминге, но у нас осталось минут 5-6. Классно. Как раз сейчас я заканчиваю. Спасибо. Дальше у нас есть расходы. Расходы. Как мы прибыль получаем? Доходы минус расходы. Соответственно, у нас есть расходы. Себестоимость, доставка, бонусы продавцам, общепроизводственный расход. То есть мы здесь, финмодель, зашиваем все расходы, какие только есть в компании. И получается у нас на выходе чистая прибыль. И чистая прибыль накопленным итогом 20 миллионов 215. И мы ее здесь видим на самом верху. Окей. И наша задача, что сделать? Когда у вас есть такая финмодель, вы имеете возможность поиграться с показателями. И допустим, до кризиса у вас конверсия в заявку составляла 6%. И наступил кризис, и конверсия в заявку упала до 4. Посмотрите внимательно, что произойдет с прибылью, когда я изменю этот параметр. Мы меняем конверсию сайта с 6% до 4% и прибыль в 20 миллионов превращается в 10 миллионов. То есть по факту вы по году теряете 10 миллионов рублей. Или, допустим, стало тяжелее продавать. У нас такая ситуация в компании произошла. У нас количество заявок увеличилось, а конверсия в продажу упала с 30% до 20. И, соответственно, допустим, в данном случае конверсия в КП упала до 45% и конверсия в оплату упала до 35%. Смотрите, было 20 миллионов, а просто эти 3 показатели изменились, и прибыль уже, она вообще никуда не была, она просто растворилась. Или, допустим, эти показатели не изменились, а, допустим, изменилась себестоимость, да, то есть выросла себестоимость. И она, может быть, даже не только связана с кризисом, что выросла. И, допустим, тоже 8 миллионов потеряли. Соответственно, когда у вас есть такой инструмент, это тоже инструмент размышления и формирования вопросов, и вы по-хорошему должны здесь, на какой вопрос должны найти ответ, Какие ключевые параметры кратно влияют на мою прибыль, какую я прибыль планирую обеспечить, чтобы мой бизнес прожил этот кризис. Вот таким образом вы имеете возможность поработать с этим инструментом и обеспечить ее компанию прибылью и деньгами. Так, дальше. Соответственно, это называется финансовый план или финансовая модель, да, и мы с вами по этому инструменту прошлись. Скажите, пожалуйста, все ли вам понятно, мы с вами завершаем. Я вам продемонстрировал финансовую модель и каким образом нужно обеспечить прибыль, и мы с вами прошлись по отчету о движении денег, как с ним работать, в каком источнике использовать. Окей, значит, оптимизирую расходы, обеспечивая компанию деньгами и обеспечивая компанию прибылью. Я в целом заканчиваю. Вот какие подарки я вам пообещал и обещаю выполнить. Это книга «Управленка». Это та книга, которую мы написали для предпринимателей малого бизнеса и которую прошло больше 50 тысяч предпринимателей. Мы с вами посмотрели, также скину шаблон финансовой модели и чек-лист проверки финансового здоровья бизнеса, то есть сможете оставить заявку и посмотреть. Да, можете за подарками написать мне в Instagram. Это первый путь. Ну и в целом можете подписаться. Я пишу полезные посты про бизнес, про управление. И также я обязательно скину эти ссылки организаторам, и они смогут вам разослать электронным письмом. В целом я закончил. Да, спасибо за обратную связь и готов, наверное, ответить на пару вопросов. Как Михаил? По времени у нас. Да, мы спокойно в пару вопросов укладываемся. Друзья, можно прямо в чатик. Я не вижу в обкладке вопросов пока ничего, поэтому можно писать в чат. Мы сейчас помониторим, что у нас есть и поотвечаем. Да. Да, вот Артем написал, было заявлено три отчета и два успели разобрать финмодель. Да, Артем, все верно. Для того, чтобы подробно разобрать три отчета, к сожалению, это не в 40 минут, это полноценный вебинар. Если организаторы найдут время, то я с удовольствием проведу отдельный вебинар и расскажу подробно про три отчета. В данном контексте был запрос рассказать про то, что делать в кризис. И вот есть два основных инструмента, с которыми нужно работать уже сегодня. Так, на почту спасибо. Да, на почту и запись будет вебинара. Да, запись и... Да, мы материалы и информацию по вебинару, конечно же, отправим на почту. Есть ли, друзья, сейчас прямо вопросы про то, о чем мы сейчас только что поговорили? Может быть, какой-то пример кейс или уточнение по материалу? Так, ну, есть ощущение... Да, коллеги пишут, что все понятно. Кажется, что материал доступный. По своему опыту скажу, что обычно то, что, в принципе, понятно, требует, чтобы его сделали. Поэтому, друзья, если вы такую финмодель, например, не прорабатывали у себя, сделайте такое упражнение обязательно, даже если там со стороны кажется, что вроде это и так понятно, просто я этого не делал. Нужно обязательно пройти по строчкам все, что у вас есть в плане денег, и там интересные инсайты открываются. А если поиграться с этой моделью, вот как только что Александр показывает, очень становится понятно, например, что делать с рекламой. Что если она у вас выросла в цене, вдруг вырасти в цене. Или наоборот, если вы сейчас мониторите рекламу и ставки упали по аукциону, понятно, что туда можно увеличить бюджет, и вот как это отразится. Понятно, к какой строчке в первую очередь вам нужно в свое внимание обращать. Если там процент конверсии – это самый важный параметр, увеличивая который вы получаете сразу же либо увеличение, либо уменьшение прибыли, то, наверное, над ним в первую очередь нужно поработать. Да, ну тут есть вопрос, задают Иван. Давайте я на него отвечу и можем завершать. Да, когда бизнес надо однозначно закрывать, ну, однозначно надо его закрывать тогда, когда он генерит убытки каждый месяц, и нет понимания того, когда мы из этих убытков выйдем. Потому что это очень странно каждый месяц копить долги. И, к сожалению, в бизнесе такое может быть, то есть компания может генерить убытки, но при этом работать над увеличением количеством денег, и тем самым она так может полгода, год продержаться. И, конечно, если генерит убыток, то нужно его полностью закрывать и пересматривать модель бизнеса. Потому что это, ну, это просто очень странно работать с убыточным бизнесом. Это, знаете, как, ну, и даже если бы у вас было там 10 миллионов рублей, это тоже странно. Ну, то есть к тому, что вы зарабатываете, ну, у вас, точнее, как бы деньги есть, и вы можете покрывать этот убыток. Но это тоже странно, потому что любой бизнес должен быть экономически целесообразным и здоровым. Как говорит мой учитель по менеджменту Владимир Константинович Тарасов, любое хорошее дело, оно должно быть рентабельным. И если вы видите в отчетах иностранных компаний, что они 10 лет работают до сих пор убыточными, это инвестиционная модель. Если вы в формате инвестиционной модели, что денег у вас море, и вы работаете над увеличением других совершенно показателей, то можете идти по тому пути. Если вы на свои живете, то, конечно, да. Да, это точно. Хорошо, Михаил, спасибо большое за приглашение. Рад был полезным быть. Отлично, Александр, огромное спасибо. Мы материалы, которые есть, которые сегодня были, друзья, отправим вам всем в почту. Мы не завершаемся с сегодняшним вебинаром. Я анонсировал, что будет у нас две части. Первую мы прошли, вторая часть будет про команду, про построение взаимодействия внутри команды, про эффективность всей команды и каждого сотрудника. И мы посмотрим это на примере инструментов Bittrex24. Соответственно, я сейчас анонсирую, приглашаю в эфир второго спикера Дмитрий Севастьянов, руководитель компании Remark. Это компания, которая занимается как раз автоматизацией процессов внутри разных организаций, разных компаний. Эти процессы могут относиться к деятельности компании, эти процессы могут относиться к продажам компании. Часть продажи деятельности, часть взаимодействия внутри компании. Дмитрий, привет тебе большой. Михаил, приветствую, коллеги, всем добрый день. Александру тоже большое спасибо, интересный доклад просмотрел, для себя отметил пару нюансов. И вот эта история, когда мы меняем конверсию заявки на пару процентов и теряем 10 миллионов, мне и наша компания очень знакомы, потому что мы как раз занимаемся тем, чтобы для наших клиентов настроить онлайн-продажи. То есть не только в компании, но и работать с клиентами, все, что связано с цифровизацией и диджитализацией. А к слову, друзья, можно я немного здесь закину вопрос? Скажите, а есть ли у кого-нибудь сайт на платформе 1S Bittrex? Пока вы ставите там плюс или минус, я почему спросил? Потому что у нас вот эта модель есть прямо внутри административной части. Можно такую модельку поиграться. Если вы вдруг не смотрели на нее, то там есть автоматизированная модель. Это не Excel, это прямо часть административной части, административной панели сайта. И там можно вводить разные показатели и точно так же посмотреть изменение процента конверсии, на что повлияет там одного или полпроцента. Если реклама вырастет, что получится? Если себестоимость увеличится, как это собирается отразиться? Поэтому вот в плане интернет-магазина, там есть часть информации, которую сайт уже знает, например, конверсии, он видит этот процесс. Часть информации вы вносите, там себестоимость, например, или процент рекламы и стоимость рекламы. Поэтому здесь очень рекомендую, если вы с сайтом работаете, посмотреть на эту модельку. Она аналогична той, про которую Александр Торушевский говорил, и поиграться с ней. Так, Дмитрий, переходим тогда к процессам внутри команды. Вообще мы сейчас говорим про турбулентность, кризис, или вот чтобы страшным словом кризис не пугать, или замыльным, мы говорим, что сейчас такой переломный, не знаю, переменчивый, изменчивый этап. И есть ли какие-то критичные вещи для команды, для организации внутри, которые обязательно нужно сделать, чтобы этот этап пройти нормально? Карантин, кризис, действия разные. Да, сегодня как раз хотел бы вам рассказать, поделиться рекомендациями о том, как, ну, можно сказать, подготовить бизнес к кризису, и даже, наверное, не то, чтобы подготовить. Я думаю, что все, ну, как-то отреагировали на происходящее уже, но сейчас важно это сделать более такой стрезвой головой, с холодным взглядом. Главное, несложно. То есть сегодня я в процессе буду демонстрировать готовые решения, которые есть в Bittrex 24, а также я подготовил несколько советов, которые вот в формате презентации сейчас отражу, и параллельно буду показывать, как их применить. То есть первое, они должны быть простые, второе, они должны быть, можно было вам самостоятельно и быстро их внедрить, и я покажу, как. Первое, на чем бы я хотел акцентировать внимание, это на дистанционной работе. И самое главное не просто на дистанционной работе, а на комфортной дистанционной работе. Сейчас понятно, что при необходимости в режиме самоизоляции все как-то нашли возможность поработать, но многие, как бы, желают скорее бы уже отказаться от этого, вернуться в привычный режим, потеряли эффективность, многие компании отмечают, что не так результативно работать и дистанционно, хотя, с другой стороны, там гиганты, у которых десятки тысяч сотрудников, наоборот, потестировав такой режим, решили оставить такой формат до конца года минимум, а кто-то еще, в принципе, на все время, например, Facebook заявил, Twitter заявил, они очень хорошо заявили о том, что они не планируют возвращать основное количество своих персонала в офис. Так вот, что такое комфортная дистанционная работа, в принципе? В компании сотрудники могут работать в двух режимах. Вот классический – это синхронный режим. Синхронный режим – это когда есть график, в 9 часов все пришли, поздоровались, работаем, в 6 часов все ушли, сходили на обед перед этим. Если все на работе, то работают, можно подойти, отвлечь, задать вопрос, быстро получить информацию. И именно вот такой синхронный режим очень сильно страдает, когда все расходятся на удаленку. И это большая проблема, потому что основные компании умеют работать в синхронном режиме. Есть еще другой режим, о нем поговорим отдельно. Но вот синхронный режим – это то, к чему мы привыкли, и чтобы комфортная, дистанционная работа была комфортной, нужно его научиться сохранять. Каким образом это сделать? Во-первых, важно своим командам, своим коллегам объяснить, что дистанционная или удаленная работа – это ничем не отличается от обычной работы. Это то же самое. У вас есть начало рабочего дня, окончание. Если вы на работе, вы отвечаете на звонки в чат. Если вы куда-то отходите, вы точно так же предупреждаете. Вы на работе, когда вы за компьютером, по большому счету. У многих в наше время. Соответственно, как этот синхронный режим сделать для своей компании, для своей команды комфортным? Я сейчас переключусь на демонстрацию экрана. Надо проверить, что она действительно у вас запустится. Так, давайте весь экран. Коллеги, видите ли вы то, что я показываю сейчас? Супер. Итак, это Bitrix24. На как раз его я буду сегодня демонстрировать много. И для начала я хочу показать те базовые инструменты синхронной, дистанционной, комфортной работы, которые вы можете использовать прямо вот завтра. Первое – это рабочий день. Как понять, что сотрудники вообще начали рабочий день, на работе что-то делают? У Bitrix24 есть такая функция – это начать и завершить рабочий день. Я могу завершить рабочий день, начать. И устанавливается обычное правило. Когда сотрудник стартует работу, он открывает Bitrix24, начинает рабочий день. И в отчете вы видите о том, что он начал рабочий день, сколько он отработал, сколько был на перерыве. Таким образом, вы легко контролируете, ну вот, например, да, сегодня у меня рабочий день, 2 часа, 5 минут. А самое главное, что у вас могут быть сотрудники, у которых разный рабочий график. Эти рабочие графики могут быть установлены. И в зависимости от того, какой отдел, с каким рабочим графиком работает, у него может автоматически фиксироваться нарушение. То есть вам не нужно каждый день следить за тем, кто что делает. Вернее, кто, когда стартует работа, вы можете раз в неделю смотреть и отмечать эти нарушения. На самом деле, есть такое опасение, что действительно люди будут это делать. На самом деле, если у вас используется Bitrix24, то не заметить и забыть начать рабочий день сложно, потому что вот здесь вот так постоянно моргает кнопка. Ну, это очень сложно сделать, только если не игнорировать его намеренно. Это самое первое базовое простое правило. Пришли, начали работу, запустили рабочий день. Второе – это чат. Общий чат, не мессенджеры, а именно общий чат корпоративный и рабочий позволяет добиться вот такого эффекта присутствия, что вы действительно можете любому сотруднику написать в отдел, например, не просто одному сотруднику, а сразу же всем, отдел продаж. Когда вы принимаете на работу сотрудника в отдел продаж, он сам автоматически там появляется. Нет задачи там очередной чатик в WhatsApp создавать. Текстовые коммуникации очень удобны. И третье – это видео. Понятно, что есть много инструментов для видеозвонков, но часто нужно поговорить не на один на один, ну, например, я хочу со своим коллегой сейчас переговорить, он сидит за компьютером, например, я его вызываю. Да, если бы он ответил, он появится у меня здесь. Помимо того, что я могу поговорить один на один, то я могу поговорить сразу же с отделом. Допустим, договорились, что будет планерка, или собрать какое-то специальное обсуждение на несколько человек, и с ними переговорить по видео точно так же, или по аудио. Такой вот режим, синхронный режим, позволяет практически бесшовно перейти на дистанционную работу. Мы много работаем с отделами продаж, много работаем с крупными компаниями, которые, ну, и внедряем, поддерживаем Bitrix24, и парадоксально, но именно вот у них, даже с учетом сложностей структурных и там большого количества людей, у них было минимум проблем с самоизоляцией, когда нужно было за два дня, по большому счету, как-то всем разойтись по домам. Это очень было удобно. Помимо синхронного режима, сейчас я снова переключусь на презентацию, есть еще режим асинхронный. Что это такое? Ну, по большому счету, со всеми своими подрядчиками, с фрилансерами, вы работаете в асинхронном режиме. Это когда ставится задача, это когда вам не так важно, что именно этот человек делает сейчас, но главное, чтобы он это сделал. Соответственно, в таком режиме не все, далеко не все сотрудники, и, прямо скажем, компания вообще готова сотрудничать. Но что мы на своей практике замечаем, что самые ответственные, самые компетентные сотрудники лучше всего работают в таком режиме и часто какого-нибудь ценного сотрудника можно удержать с помощью того, чтобы давать им гибкость в ответ. На это он будет работать в вашей компании, а где-то, не где-то в другой. То есть возможность, ну, допустим, у нас, для разработчиков в нашей IT-сфере, ну, это нонсенс, если нет какого-то более-менее свободного графика, да, в основном все-таки там можно чуть попозже прийти, пораньше уйти, или наоборот попозже уйти и так далее. Так вот, такой асинхронный режим, конечно, подойдет не всем, но он точно подойдет для взаимодействия с удаленными сотрудниками, которые, ну, фриланс, и точно хорошо работает со самыми ключевыми сотрудниками, которые обладают этой вот дисциплиной. Что это за инструменты асинхронного режима? Ну, это очевидная задача. На самом деле, вполне себе все предсказуемо. Тут вопрос в чем? В чем секрет того, что вообще работа с задачами, с вот этими постановкой задач, учитывающих сроков, она взлетает или не взлетает? Подскажите, вот вообще кто-то из вас пробовал уже у себя какой-то такой вот учет с задачами в компании организовать? Особенно интересно, у кого это не получилось? То есть, как вы думаете, почему? Мы сталкивались много на своей практике, когда это не очень получается. Наверное, один из таких секретов в том, что это должно быть действительно просто и удобно. Вот тут суперочевидная мысль, но она, как обычно, чаще всего самая такая правильная. Так вот, в BITX24 для того, чтобы работать с задачами, есть несколько очень удобных инструментов. Первое, по большому счету, сами по себе задачи. Это просто возможность, по крайней мере, поставить быстро задачу, если вы торопитесь. Отдельно есть еще мобильное приложение, я сейчас не смогу, к сожалению, продемонстрировать, но в мобильном приложении еще удобнее работать с задачами. Сейчас управление активно развивается. Вы можете, допустим, поставить какую-то задачу своему коллеге, подготовить отчет, установить сроки, добавить людей, которые вы хотите, чтобы также наблюдали за этим, добавить чек-лист, отметить там важные пункты, чтобы этот сотрудник не забыл сделать. Сохранить шаблон из этой задачи и в следующий раз ставить такую же задачу, просто по шаблону не тратив время. Кроме этого, задачи можно объединять в рабочие группы. Например, в отделе продаж у нас есть свои задачи, которые видят сотрудники этого отдела и не видят никто другой. Мы можем их группировать и объединять в такие как бы свои маленькие пространства, где вести работу. Но вот это как бы условно для того, кто ставит задачи, чтобы ему было удобно управлять всем. А для того, кто делает, часто просто список или просто неудобный интерфейс является основной проблемой. Почему он этим не пользуется? Проще где-нибудь в блокноте к себе отметить. Для этого в BITX24 есть разные интерфейсы и представления того, как выглядят эти задачи. Есть интерфейс «Мой план». Это такая канбан-доска. Я думаю, что все вы знаете, что это такое. Условные стикеры виртуальные, которые перемещаются по стадиям. И самое интересное, что тут можно для каждого сотрудника, то есть вы сами себе можете придумать, а какие вообще вы колонки хотите. То есть не за вас кто-то там отдельный придумывает. А вы сами себе вы стараетесь подумать. И часть задач, что перетаскиваете и организуете свой рабочий процесс таким образом, как вам удобно. С одной стороны. С другой стороны, у некоторых отделов есть своя какая-то уже принятая логика работы. То есть этапы задач, которые проходят, допустим, у пиар-отдела, может быть, придумать, согласовать, опубликовать и прочее. Вот, например, в таком случае для нашей группы отдел продаж мы можем сделать свой канбан и в нем заранее для всех сотрудников определить то, как они будут работать. Какие будут стадии, какие будут даже можно автоматические роботы, не будут здесь останавливаться, чуть сложнее, какие-то автоматические действия могут быть. Вот. И таким образом регламентировать работу компании, отдела, и самое главное, сделать ее прозрачной. Это такое отображение. И самое долгосрочное, можно сказать, отображение, это когда вы можете на календаре увидеть то, как будут выполняться задачи. Потому что часто задачи, они связаны друг с другом. Вот, например, две задачи, которые подготовить план обучения и провести аттестацию. Они друг с другом связаны, а у них есть дедлайны свои, они сами сколько-то занимают. И часто в компании, которые занимаются строительством, проектированием, с помощью этого инструмента планируют большие проекты, и каждое изменение в сроке, допустим, задача провалилась по сроку, весь проект смещается, это сразу же видно. Таким образом, для каждого сценария можно выбрать свой формат и свое отображение и сделать его удобным. И, соответственно, сделав его удобным, вы получите возможность, вы получите инструмент, который действительно пользуется не потому, что вы так сказали, а потому, что это нравится и это полезно. Группе этого есть еще... Я, по-моему, маленькую репарту делаю, что, по сути, это одни и те же задачи, которые мы меняем в формат визуального представления. То есть одна и та же задача может быть показана и в формате диаграммы Ганта, и в формате Канбана, и в формате списка, как удобнее смотреть конкретному сотруднику или в рамках конкретного проекта. Все верно. Да, спасибо за комментарий. И такое краткое дополнение. Кроме этого, еще одна из таких часто встречающихся неудобных вещей при переезде в дистанционный формат это вот эта история про то, что у нас сервер, на нем файлы, а как получить доступ к файлам из дома, а непонятно как. Нужно как-то это придумать. Так вот, хранилище в компании называется B324-диск и позволяет вам обмениваться и хранить файлы ваших и ваших коллег абсолютно не без привязки где-то к месту, обеспечить резервное копирование, контроль версий, возможность управления правами доступа и вообще забыть про то, что есть где-то сервер, на котором реализуют какие-то файлы. Это очень удобный инструмент и вообще критичная вещь с точки зрения защиты информации, в том числе вашей конфиденциальной информации, когда вы работаете удаленно. Диском пользоваться рекомендую. Это что касается дистанционной работы. Вообще, коллеги, кто сейчас дистанционно, кому работать комфортно? Скажите, вот мы почему-то, потому что от многих клиентов и в принципе от нашей команды получаем обратный связь, что половине примерно нравится, а половине не очень. Вот я вижу, да. Соответственно, это режим, я уверен, для многих приживется и будет стандартом работы. Итак, про комфортную дистанционную работу, надеюсь, разобрали. В конце можете позадавать вопросы, я постараюсь ответить. Теперь задача наша повысить эффективность компании в целом и компания начинается с руководителя, с вас. Поэтому первое, чего нужно заняться, это повысить личную эффективность. Каким образом это сделать? Есть несколько рекомендаций. Первое, это сформулируйте, придумайте ритуал, который позволит вашей команде синхронизироваться. Что это такое может быть? Это, например, утреннее приветствие в чате отдела, когда каждый сотрудник говорит о том, что всем привет, я сегодня тем-то, тем-то занимаюсь, вчера была такая-то, такая-то проблема. Для того, чтобы это внедрить, не нужно ничего, просто завести чат отдела и договориться с сотрудниками, что они будут так делать. Видеозвонок утром, или после обеда, или вечером регулярный, который позволяет всей компании синхронизироваться и понимать, что происходит. Опять-таки, все доступно. Есть интересный такой кейс. В российской практике я его не встречал и, наверное, к счастью не встречал, но вот у нас поделился клиент, который, американская компания, у них при самоизоляции они сделали такой формат, когда они все рабочее время присутствуют в видеоконференции. Всегда, абсолютно нон-стоп. Это, конечно, такой слишком, мне кажется, радикальный формат синхронизации, но для кого-то такой тоже возможен. Это первое. Второе. Планы и отчеты. Для того, чтобы держать руку на пульсе, нужно понимать, чем занята ваша команда, не так просто сейчас подойти и спросить, вообще посидеть, посмотреть, кто-то что-то делает или нет. И не так просто посмотреть, оценить результат. Для этого есть несколько в BITX24 инструментов. Я рекомендую подходить к планам и отчетам тоже гибко, потому что не для всех отделов, не для всех бизнесов подходят одни и те же форматы. Для кого-то это будет удобно в свободной форме, действительно в чате написать. Для кого-то нужен ежедневный или еженедельный строгий формат, раз в день, в пять часов вечера. А для кого-то, допустим, для отдела продаж, это отчеты с CRM, которые в идеале вообще должны строиться автоматически. Я сейчас продемонстрирую, как это может выглядеть. Так, надеюсь, экран показался. Да, отлично. Итак, планы. Как я уже говорил, могу поделиться примером. В нашей компании заведено правило до 10 утра каждый сотрудник должен зайти в отдел и написать в таком формате планы на день, что я буду делать, и потом результаты вчерашнего дня. Это касается тех, у кого постоянная такая работа, то есть это там отделы продаж, разработчики, дизайнеры и прочее. Хорошо работает, прекрасно внедряется, очень быстро можно понимать, что происходит. Это самый гибкий, самый свободный формат. Что делать, если есть необходимость в более строгом режиме делать? В Витрии 24 есть рабочие отчеты. Это инструмент, который за вас будет автоматически собирать результаты и планы у сотрудников. Как внедрить этот инструмент? Достаточно настроить в каком-то из отделов, этих отделов может быть во сколько угодно, правила, когда будут собираться эти отчеты. Они могут быть раз в неделю, раз в месяц, каждый день, не требоваться время и день, например, по средам или в пятницу, или каждый день. И Витрии 24 каждый день будет в нужное время, в нужный период с всплывающим окном показывать и просить сотрудника заполнить отчет, а у вас будет сводная таблица, здесь он демонстрироваться. Вот у меня в какой-то момент он должен появиться здесь, но если в ходе демонстрации появится, я покажу, как это все будет работать. И это второй сценарий. И третий – это отчеты из CRM. Здесь я чуть подробнее отдельно расскажу про эти отчеты. Здесь я хочу сказать, что самое главное – не перегружать сотрудников вот этими отчетностями и не стараться в режиме дистанционной работы контролировать все. Например, CRM должна, наоборот, минимизировать те трудозатраты, которые менеджер тратит на отчеты. А в идеале вообще с него не нужно требовать, условно, каких-то больших отчетов, потому что CRM собирает все сама. И следующий пункт личной эффективности – это управление временем. Я лично по себе заметил, что когда мы разделились вот так вот, по домам разошлись все, то у меня стало гораздо больше каких-то запланированных разговоров, скайп-встреч. И с чем это связано? Ну, очевидно, с тем, что раньше можно было просто подойти и отвлечь кого-то, и он отвлекался, ну, и поговорить. А сейчас он может не отвлечься, потому что он также занят, также на какой-то встрече, также на звонке и прочее. И каким образом здесь стоит подойти, как я рекомендую поступать? Конечно, нужно организовать свое время с помощью календаря. В B324 есть инструмент-календарь, в котором можно отображаться все ваши запланированные встречи, но не только ваши. С одной стороны, если для того, чтобы быть эффективнее, часто хороший сценарий – это выделить для себя такие ритуалы, не только утренние и маленькие с командой, но и ритуалы в контексте ваших планерок или встреч с командой. Договоритесь, что вторником, по средам, по пятницам будете обсуждать с теми-то конкретные такие-то вещи и запланируйте заранее. Для этого достаточно создать событие и сделать его регулярно. Да, его можно при желании перенести или отменить в конкретном случае, но по умолчанию он будет каждую неделю, допустим, в четверг, в такое-то время, и в нем будет определенный набор участников. Все. У вас это событие автоматно попадет в календарь, у ваших сотрудников это событие попадет в календарь, и в дальнейшем, когда вам необходимо будет спланировать свой день, то вы будете видеть, когда и кто занят. Но это еще и полезно, когда вы планируете встречу или вы когда назначаете какую-то встречу, ну, не запланированную, да, то есть срочно. Важно понимать, кто и когда свободен. Если вам критично нужен определенный сотрудник, коллега, то вы можете прямо в календаре, добавив его, увидеть, когда он свободен, а когда занят. То есть он здесь вот везде свободен, а здесь вот занят. И вы понимаете, что в это время, наверное, не стоит ему ставить эту планерку, потому что он загружен. Этот инструмент очень круто работает, когда он используется всеми в компании, и когда он действительно актуален. Назначить встречу, запланировать какое-то событие, управлять вообще личным временем, временем сотрудников становится безумно удобно. А вот теперь как сделать так, чтобы всеми воспользовались? Очень просто. Есть возможность интегрировать с мобильным телефоном, и не нужно будет заходить постоянно в календарь Bittrex 24, а просто зайти на своем iPhone в календарь и увидеть те же самые запланированные события. После этого вообще все в компании понимают, что действительно календарь – это действительно удобно. Это про управление эффективностью вашей. Дальше я бы хотел поговорить про эффективность компании. Сейчас я остановлю презентацию. Вообще про эффективность есть два мнения. Первое – это что продавать больше часто проще, чем экономить за счет эффективности. Но я считаю, что тут правда как всегда посередине, и важно оптимизировать и внутренние процессы, и работу с клиентами, и понимать, что происходит. Наверное, вот такой рецепт из трех частей. И даже в этих достаточно простых правилах часто совершают самые грубые ошибки, которые как раз сейчас хотел бы проговорить. По поводу оптимизации процессов, самое худшее, что можно сделать – это на первом этапе, например, вот вы сейчас решили внедрять у себя B3Z4 и автоматизировать какой-то процесс. Самое худшее, что вы можете сделать – это найти самый сложный процесс, который, как вам кажется, из-за того, что самый сложный, автоматизация его сэкономит вам больше всего денег. Вот эта простая, с одной стороны, казалось бы, мысль может привести к тому, что вы потратите много денег, много времени и не факт, что сэкономите. Поэтому первое правило оптимизации ваших процессов – это найдите, оптимизировать самое простое, найдите часто повторяющиеся, рутинные процессы, которые легко автоматизировать и автоматизируйте их. Например, это согласование отпуска, это счет на оплату, это подготовка или генерация договора, это то, что понятно, как работает, и понятно, каким образом это обеспечит вашей компании либо экономию, либо прибыль. Вы быстрее делаете договоры, быстрее вы их согласуете, вы меньше тратите время на рутинные операции, ваши сотрудники могут успевать больше, или можно просто меньшим набором человек делать одну и ту же работу. Поэтому повышение эффективности – это про простоту. Я сейчас покажу, как это можно сделать. в ближайшие дни, если вы захотите это сделать. В BITX24 есть несколько предустановленных процессов, и часто я рекомендую начинать именно с них, чтобы посмотреть, как это работает. Это называется «Процессы в ленте». Есть, повторюсь, гораздо сложнее сценарии, но начинать мы будем с простых. Итак, я хочу показать пример, счет на оплату. Вариант, когда вы с вашей бухгалтерией позволяете не через вас все согласовывать, а очень удобно, чтобы любой менеджер мог прикрепить, если необходимо что-то оплатить, любой ваш сотрудник, вы бы это одной кнопкой согласовали, и этот счет ушел бы в оплату. Так вот, достаточно запустить этот бизнес-процесс, написать, за что мы платим, не знаю, там, вода, прикрепить номер счета, указать дату, добавить файл любой. Добавить сумму. И эта задача, заявка, уйдет по бизнес-процессу на, допустим, бухгалтера, на директора, например, на вас. Потом уйдет на бухгалтера, который должен будет его подтвердить. Вот, например, видите, мой процесс перешел на условную роль бухгалтера. После того, как я увижу, что он был подтверден, я получу уведомление здесь о том, что этот счет был оплачен. Соответственно, параллельно с этим будет накоплен реестр счетов, которые вы можете в любой момент посмотреть, а вообще на что вы тратили деньги за этот месяц, как раз вот к отсылке предыдущего докладчика, как поэкономить. Этим можно легко управлять, бюджетировать расходы и с помощью такой простой автоматизации, которая внедряется за несколько дней, на самом-то деле, просто научить всех пользоваться. Можете уже взять под контроль этот... Я тут тоже имею в виду маленький лошадь, поставлю подтверждение счетов. Очень рекомендую, на собственном опыте проверили, в процесс подтверждения счетов добавлять еще конечный этап, когда человек, который оплачивал счет, обязан вам загрузить закрывающие документы. Это очень болезненно для человека, который просил оплатить счет, но очень хорошо для бухгалтерии, у которой финансовая дисциплина здорово повышается, и вы не пропускаете, у вас нет зависших актов. И вот, собственно, после того, как оплатили, я получил уведомление, что счет оплачен, и мне сейчас, наверное, потребуется... Сейчас посмотрим. Что сделать? Мне система выставила задачу собрать документы, и вот пока у меня... Я должен буду прикрепить документы по счету, и, соответственно, бухгалтерия будет счастлива, что ей не придется это в конце квартала или года искать и не понимать, кто же это делал. Вот, повторюсь еще раз, это простой инструмент, который можно внедрить быстро и уже начать в ближайшее время быть более эффективным. Это со стороны компании, вашей внутренней. Что со стороны клиентов? В периоды кризисов мы наблюдаем два таких шаблона, что происходит с компанией. Что первое? Конечно же, это падение входящих обращений, и компании очень сильно начинают пытаться найти, как же их вернуть, эти обращения, как куда потратить деньги, найти рекламный какой-то канал. Это, безусловно, верно, но самое главное, что можно сделать, самое эффективное в данном случае, это обратить внимание на клиентов, которые у вас уже есть. На тех клиентов, которые вас уже покупали или вот скоро купят. Соответственно, очень у многих бизнесов есть повторные продажи. А если этих повторных продаж нет, то я уверен, что многие знают этот вот LTV, заветные три буквы, и как мантру я рекомендовал бы подумать, как, по крайней мере, сделать эти повторные продажи. С одной стороны, необходимо больше внимания уделять клиентам текущим. С другой стороны, чтобы больше уделять внимания, нужно на что-то меньше уделять внимания, потому что менеджеры, они люди не резиновые, они все-таки не могут бесконечно больше работать. Соответственно, задача в том, чтобы автоматизировать работу, сделать так, чтобы менеджеры меньше занимались рутинными вещами и больше внимания уделяли вашим клиентам, текущим, а потом и новым. Первое. Для того, чтобы очень просто сделать, не дать клиенту, менеджеру, вернее, забыть о, допустим, повторной сделке, достаточно воспользоваться таким инструментом, как регулярная сделка. Что это такое? Вы знаете, что, например, ваш клиент покупает эти расходные материалы или комплектующие раз в три месяца. Соответственно, после того, как первый раз купили, можно у клиента уточнить регулярность покупок и запланировать заранее эту сделку, установить, когда она будет повторяться, с какой периодичностью. И после того, как вы это установите, то менеджеру не нужно было делать ничего абсолютно для того, чтобы через три месяца, например, она появилась, эта сделка, клиенту ушла смс, счет в том числе, об этом я поговорю чуть попозже, и он может даже оплатить, а менеджер может даже теоретически не сделать ни одного звонка, это идеальный сценарий, но может быть и другой, просто менеджер увидит эту сделку, поговорит с клиентом, выставит ему счет. Таким образом, вы не дадите шанс менеджеру забыть, а это в данном случае очень полезно. Это первый сценарий. Второй сценарий, когда у вас, например, есть два, ну, как сказать, два этапа, продажа и обслуживание, это очень частый сценарий, тогда у вас ваш весь процесс, все продажи тоже разделены на два этапа. Вы сначала продали, а потом должны его сервисно как-то обслуживать, когда закончится, например, гарантийный период. Для этого в BITX24 есть возможность создавать несколько воронок продаж, то есть, от этих процессов. Одна воронка равна одному процессу вашего продажи, либо в разное направление, либо разные отделы могут в этом участвовать. Я вот сейчас покажу, как создать быстро второе направление и связать его с первым. Это называется инструмент туннелей продаж. Мы сейчас здесь вот добавим воронку, назовем ее сервис. И с помощью туннеля легко связать эту воронку с общим направлением продаж. Таким образом, мы выстроим алгоритм, когда, как только ваш менеджер продал сделку, заключил сделку, то есть, клиент, например, оплатил, ему поставили этот товар, после этого автоматически в направлении сервис у нас создастся эта новая сделка и у нее может быть новый ответственный, у нее может быть свой процесс, свои стадии, мы можем добавлять новые или удалять старые, или изменять. Но при этом для того, чтобы отдел сервисный узнал, что у них есть новый клиент, не нужно делать ничего, это все будет сделано автоматически. Этих воронок может быть в зависимости от условий тарифа B324 много, в том числе до бесконечности, и этими воронками можно автоматизировать не только взаимодействие отдела, но и какой-то ваш маркетинг. К слову, о нем. Помимо того, что адресно работать с каждым клиентом, это очень важно, я рекомендую еще посмотреть в сторону того, чтобы реактивировать вашу базу, которую вы когда-то работали, когда-то покупали, или может быть они когда-то не купили. Для этого есть инструмент, который называется CRM-маркетинг. Этот инструмент позволяет создать сегмент клиентов. Например, вот здесь есть, допустим, стандартный сегмент, у которых скоро день рождения, или которые что-то купили у вас 30 дней назад, или вы можете вручную этот сегмент создать. Как вам будет выбрать всех клиентов, у которых были сделки, у которых там есть контакты, у которых есть номера телефонов, у которых есть там особый тип оплаты, или какой-то купили определенный товар, или не купили, или в какой-то момент купили. В общем, сделать этот сегмент, он будет пополняться автоматически, и вы можете в один клик, например, в этому сегменту сделать рассылку. E-mail, SMS, или даже есть возможность колоссовых рассылок. допустим, SMS. Вот чтобы сделать SMS, мне нужно сделать первый клик, выбрать какой-то шаблон, второй клик, выбрать какой-то сегмент, например, который третий клик, написать текст и нажать отправить. Стандартно есть возможность интегрировать большинство популярных SMS-сервисов, то есть для того, чтобы подключить SMS-сервис, тоже это сделать несложно. кроме SMS, повторюсь, есть e-mail, есть возможность в мессенджеры разослать тем клиентам, которые вам писали в чат, подключенный к B324. Отличный инструмент для того, чтобы подогреть клиентов, а самое главное, вы еще сможете оценить эффективность этих рассылок, но об этом я расскажу чуть-чуть попозже. Поэтому, кстати, да, что еще можно, как еще можно повысить эффективность работы конкретно отдела продаж или ваших менеджеров. Это, безусловно, стандартная история, это работа с документами, подготовка договоров, выставление счетов, отправка этих документов. Эти все рутинные операции достаточно просто автоматизировать с помощью B324 благодаря двум инструментам. Первый – это конструктор документов, который позволяет добавить ваш шаблон, ваш договор загрузить вот сюда. Определить, для чего он будет использоваться, например, для сделок или, например, это шаблон соглашения неразглашения информации или какое-то гарантийное письмо для компаний. Загрузить этот шаблон, генерировать по нему документы как вручную, например, вот просто я могу по этой сделке сгенерировать в счет. Ну, вручную понятно, я думаю. Но самое интересное, что с помощью инструмента роботы можно генерировать и отправлять документы автоматически. Я сейчас покажу, как это сделать, опять-таки, очень просто. Смотрите, например, у нас, когда менеджер перевинесет сделку на счет на предоплату, мы бы хотели, чтобы сгенерировался договор, ну и счет, например, и отправился клиенту. Что я для этого должен сделать? Я добавлю первого робота, который будет создавать документы с CRM. Я выберу шаблон, у меня сейчас единственный шаблон настроен. Я сделаю это не через три дня, а, допустим, через пять минут, чтобы убедиться, что это не случайно было и чтобы не было ошибок. После этого я добавлю второго робота, который будет отправлять клиенту письмо на почту клиента, в котором в письме будет содержаться этот счет, например, PDF-файл. Примерно сколько прошло? Три минуты у меня на это заняло. И тогда, в таком случае, когда менеджер сейчас переведет сделку на этап счет на предоплату, два робота этих сработают, и вашему клиенту, если все сделки заполнены корректно, уйдет письмо с счетом. Сколько времени это экономит? Я думаю, что вы знаете, что иногда по полчаса, по часу перепечатывают ошибки в документах менеджера. Особенно не очень приятная работа для менеджера, потому что его квалификация позволяет закрывать сделки, а он занимается бумажной работой, немножко не на то ее тратит. Так, я чуть-чуть понадобедаю вам регламентом, что у нас осталось минутки три примерно, и нужно сакцентироваться на самом интересном. самым интересном. Хорошо. Самое интересное. Помимо того, что вы повышаете эффективность компании, я думаю, что... Давайте сейчас переключу на презентацию и проговорю про то изменение, которое сейчас мы замечаем на рынке. Мы эти изменения назвали, так сказать, подход онлайн-ферст. По аналогии с термином mobile-first, может быть, кому-то он будет знаком, когда в 2015-2016 годах количество трафика с мобильных телефонов стало сильно больше, чем 50%, многие поисковики изменили подход и стали выдавать требования, чтобы сайты делались сначала для мобильных телефонов, а потом уже для десктопа. И сейчас все к этому привыкли, это стало стандартно. Так вот, онлайн-ферст это такой же подход для ваших продаж. Мы все увидели, что есть потребность, чтобы клиент мог купить у вас, минуя любое взаимодействие с вами физическое, может быть, даже звонок, чтобы была возможность купить, не контактируя с вашей компанией, все сделать онлайн. Да, конечно, останутся клиенты, которые хотят приходить в офис, хотят звонить, их будет какое-то количество, но факт того, что такой сценарий точно востребован и мы и те вот эти барьеры, которые были ранее, например, когда люди считали, что нельзя дверь купить онлайн полностью или квартиру купить. На самом деле и квартиры, и двери покупаются полностью онлайн и продаются полностью онлайн, и вы можете это использовать. Барьера такого нет. Соответственно, для того, чтобы выстроить в себе вот эту схему онлайн-ферст, вам я рекомендую посмотреть в трех направлениях. Первое, как получать лиды, как получать больше трафика и больше уже покупателей из интернета. Второе, каким образом этот сценарий сделать, обеспечить им так, чтобы они полностью могли заказать у вас или купить и оплатить товар, минуя офисы, звонки и прочее. И третье, это понимать, что происходит и отслеживать, откуда клиенты пришли, сколько вы за них заплатили и сколько кто продал из менеджеров и столько, кто купил из клиента. Я покажу на практике, на примере, как это сделать с помощью инструментов Bitrix24. Первый инструмент это будет сайты Bitrix24. Это конструктор сайтов, как одностраничных, так и многостраничных. Смысл в том, что сейчас я пример параллельно буду говорить, параллельно буду показывать, как это делается, как можно себе сделать какой-то сайт по шаблону. Смысл в том, что сейчас подход к диджиталу тоже меняется. Где-то в каких-то сегментах реклама становится дорогой, какие-то каналы становятся дорогие, клики становятся дороже. И необходимо искать инструменты, оферы, посылы, предложения, товары, которые будут максимально эффективны и выгодны. Для этого нужно быстро создавать целевые страницы, быстро принимать решение о том, работает она или нет, и удобно, комфортно их редактировать. Соответственно, вот здесь на примере шаблона я могу прямо здесь отредактировать текст. Добавить блоки, ну и так далее. То есть это полностью готовый конструктор, готовый сайт по шаблону. Можно с одной стороны, если совсем нет ресурсов, поменять текст и запустить в работу, либо его разработать под ваши требования, под необходимость. И опубликовать его. Вот на примере уже опубликованный сайт по курсам, да, шаблон. Самое главное, что такой сайт, он будет автоматически интегрирован и синхронизирован с вашей CRM-системой. Если я здесь оформлю заявку, например, вот в форме, сейчас я до нее найду, вот, условно, уже заполнено, то вот здесь вот в фоне у меня появится уведомление о том, что я только что заполнил заявку. В CRM появится эта заявка. Менеджеры продаж быстро, оперативно отработают, смогут ответить на звонок, перезвонить, вернее, ответить на запрос клиента. То есть первое, это быстро создавать лендинги для рекламы в том числе. Второе, это обеспечить полностью весь бесшовный процесс, можно так сказать, как у клиента взять деньги. То есть вроде как заявку-то он оставил, а вроде как и клиент готов купить, а как от него деньги-то взять. И здесь тоже есть готовый инструмент, есть прямо встроенный интернет-магазин в Bittrex24 для тех компаний, у которых сам продукция, товары или услуги, они соответствуют, ну как бы их можно продавать, то есть не сложные товары, их можно сделать каталог, наполнить его ценами, подключить кассу, сделать сайт, сделать магазин. Вот я сейчас покажу пример. Точно так же, как лендинг, я до этого показывал, можно создать свой магазин, полноценный интернет-магазин по какому-либо шаблону, настроить его и продавать товары из вашего каталога. Если, ну вот, допустим, может выглядеть вот так вот или повторюсь с какими-либо по вашему желанию доработками. Самое главное, что это будет полностью под ключ работающий магазин с интеграцией, повторюсь, с платежными системами, с кассами, с возможностью в CRM настроить интеграцию с заказами, и отслеживать, как клиенту доставляется этот заказ, автоматизировать работу с курьерами. На самом деле, этот блок очень быстро сейчас стал актуален, когда продать сложный товар стало тоже необходимо онлайн. Если раньше интернет-магазинов, наверное, никого не удивить, то что речь идет, если у вас, допустим, какой-то нестандартный товар. В BITREX24 есть интересная такая функция, которая подходит для разных наборов товаров, это называется продажи в чате. Что это такое? Например, у вас есть целевая страница или сайт, и у вас там клиент написал вам запрос, вы у него уточнили, сколько будет стоить ваша услуга, или ваш товар, или особый заказ, он говорит, да, хочу оплатить. И вы прямо в чате можете ему прислать ссылку на оплату и принять оплату прямо в чате, выставить ему, вот прямо если это индивидуальный счет или какая-то особая услуга, вы прямо здесь можете создать товар, выставить количество, указать стоимость, добавить несколько уминований и отправить ему ссылку на этот счет. А клиент уже сможет перейти и его оплатить с помощью подключенных платежных систем, эквайрингов и так далее. Такая гибкость это безумно удобно, а самое главное эта гибкость позволяет сильно сократить время, когда вам на запуск. То есть сейчас не нужно продумывать все вот эти сложные истории с калькуляцией, сколько будет, как сделать так, чтобы цена автоматом рассчитывалась. Нет, ваши менеджеры, вы можете этим управлять дистанционно и взять деньги с клиента прямо не выходя из BITX24. И в завершении как теперь этим всем управлять, как понимать, что происходит. Конечно же, для этого необходимо воспользоваться отчетами. Отчеты бывают двух типов. С одной стороны, отчеты о том, как работает ваш отдел продаж. В BITX24 есть раздел CRM-аналитика и незаменимый отчет воронка продаж или конверсии. Здесь он очень простой у меня на демо-данных. Что это значит? Значит, вы просто хорошо видите, сколько у вас было новых сделок, сколько из них перешли на этап, когда менеджер, например, отправил предложение или подготовил документы, сколькими из них выставили счет на предоплату. По менеджерам в разрезе планов продаж посмотреть, сколько и когда приходит и планируется закрыть сделок и сравнить эти периоды. таким образом вы в реальном времени по большому счету держите руку на пульсе и понимаете, как это работает, как работает ваша компания. Это с одной стороны изнутри, с другой стороны снаружи есть инструмент, который называется сквозная аналитика. Этот инструмент, который позволяет вам понять, какая реклама работает. и в B3Z4 с помощью того, что у вас интегрированы все инструменты, это сделать сильно проще стало. Как это сделать? Достаточно подключить ваши рекламные системы Instagram, ВКонтакте, Яндекс, Директ, Google AdWords, подключить ваши какие-то прочие рекламные каналы, например, на Авито, вы даете объявление на Авито по такому-то номеру телефона. Вы можете указать эти номера в колл-трекинге, подключить номера телефонов разные, B3Z4, и распределить их по каналам. Сервис позволяет очень быстро и просто проверить, работает все или нет, не буду на этом останавливаться, и распределить, допустим, что на Авито вот у нас этот номер. Настроенная аналитика, она будет выглядеть примерно таким образом. Сейчас я покажу скриншот. Вы можете понимать, из каких каналов сколько клиентов пришло к вам, сколько вам денег заплатили, и каким образом они у вас окупились. Это в данный момент особенно ценная информация, потому что, с одной стороны, в это есть возможность поэкспериментировать, а вдруг реклама там в Инстаграме, а вдруг на таком-то форум-сайте, а вдруг здесь ссылка работает хорошо, если она работает, значит, можно увеличить рекламные бюджеты и не тратить впустую. С другой стороны, если что-то системно не работает, нужно это отключить. Вот это такой финальный инструмент, который я бы хотел показать. отключаю презентацию, и у меня для вас будет небольшой бонус. Какой бонус? Часто при знакомстве с новым продуктом возникают не то, что сложности, но необходима поддержка. И мы долго занимались, долго ломали голову тем, как же сделать эту поддержку максимально простой и удобной. И мы подумали, что есть вещи, которые не обязательно делать людям, пускай это делают роботы. И написали своего CRM-ассистента, робота, который будет вам, вашему отделу продаж помогать работать в CRM. У него есть платная версия, она стоит 49 900 на год. Мы всем участникам этого вебинара дарим ее. Как ее получить? Зарегистрируйтесь в BITREX24, поставьте нашего Эдварда по ссылке edward.up, напишите нам в поддержку, что с вебинара мы вам активируем бесплатную версию. Вот такой бонус. Надеюсь, вам будет это полезно. И у меня на этом все. Спасибо за то, что послушали. Буду рад ответить на ваши вопросы. Мы, конечно же, не показали всего функционала BITREX24, прошли по некоторым вопросам, которые имеют отношение к эффективности. Но и там есть что рассказывать. Значит, друзья, смотрите, у нас в чате есть несколько вопросов. Если они остались, мы сейчас на них поотвечаем. Немного извиняемся, что мы выбились чуть-чуть из тайминга, но если есть интерес к вопросам, то мы сейчас озвучим, что мы можем тут посоветовать. Вопрос от Ивана. Пытаемся внедрить CRM-систему BITREX. Можете ли сказать примерный алгоритм для внедрения производственной компании? Сначала процессы описывать. Нужно ли описывать процессы сначала или в какой момент это делать? Я бы рекомендовал пойти следующим образом. Понять внедрение в какой кусочке будет максимально эффективным, то есть где есть узкое ваше горлышко, это продажи, если это CRM, или это обслуживание клиентов. Потом выбрать тот базовый процесс, который вас больше всего беспокоит. Конечно, его нужно описать, не обязательно слишком детально внедрить, обучить людей работать. И я рекомендую выбирать такой период в зависимости от размера ваших компаний, либо две недели, либо максимум два месяца от старта до завершения, когда вы уже начнете работать. Только в таком формате у вас вообще останется желание работать. Любое длительное внедрение сильно усложняет запуск. Поэтому ограничьте себе искусственную задачу таким образом, чтобы вы могли ее от двух недель до двух месяцев запустить, а дальше развивать и довнедрять будет сильно проще, чем внедрять с нуля. так, друзья, мы подсматриваем в чатик, если есть еще вопросы, то мы их тоже подзвучиваем. Дим, ты видишь что-то? Так, я вот сейчас тоже просматриваю. Там есть вопрос по подключению разных платежных систем. Значит, платежные системы, я бросал небольшую ссылку на каталог платежных систем, которые можно подключить. Это те, которые подключаются в несколько кликов. У нас готовая интеграция есть. Всегда, если мы не нашли какую-то интеграцию, ее можно сделать, потому что у нас открытые аппи-партнеры могут с этим легко помочь. Если чуть-чуть прокомментировать подключение к российским порталам, то есть вообще Bitrix24 система, которая работает по всему миру, и мы сейчас показывали интерфейс русскоязычный на bitrix24.ru. Если мы пойдем в какую-то другую страну, например, в американскую систему bitrix24.com, там это относится и к серверам, где хранятся данные, потому что каждая страна регулирует, где они должны храниться, и, конечно, к платежным системам, кто какой резидент имеет право подключить какую систему, кому это проще. В западном Bitrix24 PayPal подключается по умолчанию, там все готовые интеграции есть, в российском среди готовых его сейчас нет, это в том числе связано с тем, что есть некоторые нюансы, кто может принимать деньги по PayPal на российское юрлицо. В общем, технологические. Да, я вот вижу еще тут вопросы, был вопрос про если внедрили аналитику, то можно ли без помощи диджитал-агентства запускать с ММ и Google поисковик продвижение? Конечно, то есть зачем нужна аналитика? Аналитика, нужно понимать, что происходит. Когда вы понимаете, что происходит, осталось всего лишь добиться того, чтобы то, что происходило, улучшалось, то есть больше рядов, эффективнее, дешевле и так далее. Если вы можете это делать без диджитал-агентства, у вас есть компетенция или специалист, то конечно, но рассчитывать то, что просто благодаря аналитике будет что-то более эффективно работать, ну, наверное, нельзя, поэтому работайте с профессионалами и главное, оценивайте то, как они работают с помощью аналитики. Вот я вижу еще один вопрос, даже одинаковые вопросы, там коллеги пишут, что кто-то хочет либо внедрить CRM с 1С на Битрикс, либо просят совета, как переубедить руководство. На самом деле, вот сейчас на слайде моя почта, вы можете мне написать, я могу провести личную консультацию вам или вас с вашими коллегами, то есть и мы разберем конкретно вашу ситуацию, найдем аргументы и лучшее решение, как, что стоит сделать, вот, потому что какого-то универсального решения не существует и, ну, я думаю, что лучше будет с вами лично мне обсудить эту задачу. Поэтому пишите, я всем отвечу. Есть вопросы, можно ли настроить самостоятельно? Смотрите, друзья, у нас есть огромное количество обучающих материалов в Хелпе, как настроить самостоятельно разные-разные блоки. На это, конечно же, когда там не простое подключение у два клика, чуть более сложной системы, нужно потратить какое-то количество своего времени. То есть можно самостоятельно поразбираться в вопросе и, там, пройти этот путь. Можно обратиться к партнерам, пройти его существенно быстрее. Тут уже то, что вам комфортнее и удобнее. Так, про лендинги на Европу и Россию. Видишь, Дим, вопрос? Да, я вижу. Я думаю, что тут вопрос единственное это европейского законодательства, GDPR вот этот. То есть тут уже нужно с вашими юристами обсуждать, но техническое какое-то ограничение их нет. То есть два варианта. Либо вы из России продаете в Европу, либо из Европы продаете в Европу. В Bittrex есть возможности и так и так сделать, либо зарегистрировать европейский Bittrex, либо зарегистрировать российский. То есть, грубо говоря, можно решить с учетом ваших особенностей. Если говорить конкретно про лендинги, то здесь технических ограничений нет никаких. Вы можете привязать любой домен к лендингу, который вы создадите. Эта возможность есть внутри Bittrex24 в любом регионе и российском, и европейском. Да, действительно, если вы будете собирать перс-данные и как-то их обрабатывать, то смотрите на GDPR. Конкретно в Европе, например, он намного жестче, чем закон о перс-данных в России. Это нужно учитывать. И наказание значительно жестче, и условия, которым нужно соответствовать, тоже. Кажется, мы основные вопросы взяли. Значит, друзья, смотрите, про материалы, которые сегодня были в течение сегодняшнего вебинара, мы уже сказали, мы поделимся ими. Будет запись, мы выложим на канал и поделимся по почте, на канал YouTube, один из Bittrex. Вопросы, которые остались, можно будет вот сейчас сфотографировать, сделать скриншот с слайда Дмитрия, задавать по почте в любом формате. Если останутся вопросы чуть позже, то у нас будет рассылка, и там можно в ответ на эту рассылку, например, Дмитрий, там контакты Дмитрия тоже будут, какие-то вопросы задавать, озвучим и посмотрим, что это. Значит, да, вопросы, есть несколько вопросов у нас по продаже из других регионов, из Эстонии и мира. То есть, смотрите, общий ответ, технически это возможно, и нужно в каждом случае смотреть, как правильно выстроить эту схему. Вот, это в общем. Друзья, спасибо вам огромное. Дмитрию большое спасибо. Спасибо вам. Мы решаем вебинар, материалами поделимся. Всем удачи, здорово, перейти в время турбулентности, которое ожидает нас в ближайшем будущем. Всем до свидания.